Сегодня встало в 5 утра для того, чтобы приехать вот сюда, потому что мы встречаемся с Оксаной на кофе. И да, почему встало в 5 утра, потому что у меня очень много сразу уйти. Субтитры сделал DimaTorzok Мы с Оксанкой уже внутри. Я взяла гранолку, йогурт, мой кофеек приехал, приехал, принесся. Я уже тут практически выпила. У Оксаны flat white с овсяным молоком, поэтому, видите, рисунка никакого нет. С овсяным молоком сложно рисовать. Потом poached eggs и авокадошка. И Оксанка. Вот, я тебя записываю. Ой, мама меня. Сегодня завтракаем все вместе. Вместе с вами. Надеюсь, вы не против. У меня вопросы к Оксане. Оксана, расскажи, пожалуйста, сколько лет ты уже в Лондоне живешь? Это такой классный вопрос. Я вчера и думала, как на него отвечать более подробно. В смысле, я не говорила тебе, что я буду спрашивать. Нет, а я вчера общалась с людьми, с новыми. Это как всегда, когда встречаюсь, и нужно что-то отвечать. В общем, в целом 8. Но у меня посередине, между 4 и 4 годами, было 4 года Эстонии. Почему ты уехала первый раз? Вкусная еда. Йогурт, кстати, вкусный домашний. Да, то есть ты приехала сюда, пожила здесь 4 года. Почему ты вернулась? Что не так? На самом деле, ну как, смотря, как честно отвечать на этот вопрос. Ну, не знаю. Я могу сказать, что я устала, и поэтому решила поехать домой. Потому что, ну, сменила образ работы. Закончила работать в этой аниверситационной компании. Решила заняться фитнесом. И решила думала, что вот, дома будет все проще. Там себе, знаешь, студию открою, всех людей натренирую и так далее. И в общем, поехала домой. Вот. Там еще один, может быть, ответ. А потом почему вернулась? Вот, я еще не договорила про вторую половину, почему я могла уехать отсюда. Это могло быть связано с какими-то отношениями. Я поняла, то есть отношения закончились, и ты... Нет, начались. А начались, и ты вернулась. Нет, я уехала. Я зашаталась. Одни отношения начались. Я уехала в Эстонию, потом... И потом начались другие, и я приехала сюда. Девушки. Вот так. Это очень сложно. Очень сложно, да. Я поняла. Расскажи, пожалуйста, что для тебя вот самое классное в городе, в котором ты живешь. Что тебе безумно нравится в Лондоне? Что ты не встречала, возможно, в других городах? Я так рада. Что ты спросила? Совсем недавно... Я делала прямую трансляцию, и кто-то меня спросил как раз такой вопрос, что типа, что тебе очень нравится в Лондоне? И я так красиво уклонилась, говорю, я обязательно об этом подумаю, вам расскажу. Ты подумала? Нет. Нет? Но я знаю одну вещь, во всяком случае, которая, мне кажется, вот в Лондоне, наверное, все, кто сюда приезжает, все, наверное, согласятся со мной по этому поводу. Две вещи. Ладно, две. Первая, это когда я приехала сюда в Лондон, я вообще не чувствовала себя чужой. Вообще, у меня не было такого ощущения, что вот меня, я новая, новенькая, все на меня смотрят, я не знаю, что делать. Здесь столько чужих, что все чужие, получается, между собой какие-то, ну, не родные, а, ну, в общем, чувствуешь себя очень удобно. Нет такого странного ощущения, что ты не дома, или, ну, ты в плохом месте, или в незнакомом очень. Вот, это как бы Лондон, в общем, такой принимающий людей в город. А второй, естественно, погода. Тебе нравится погода здесь? Да, мне очень погода нравится. Ты, на счет дождей нормально, да, то есть, дождей, все в порядке? Слушай, любая погода по сравнению с Эстонией, мне кажется. Кстати, у меня вопрос. Значит, мне слили информацию. Мама меня, подождите, я укушу вот этот бутик. Просто знакомый из Эстонии, да, крестный Джеймса. Значит, мне рассказал, что в Эстонии бесплатный проезд. Эстония, конечно, не заключается в одном Таллине, поэтому есть город Таллинн, столица Эстонии. И в нем сделали бесплатный транспорт публичный для... Общественный. Общественный публичный транспорт, да, публичный. Общественный транспорт для жителей Эстонии, для жителей города. То есть, если ты зарегистрировал, прописан в Таллине, то ты можешь ездить бесплатно на автобусах, метро у нас нет, трамвая, троллейбусах. Это же просто невероятно. Если сравнить с бешеными ценами на проезд в Лондоне... Я думаю, в Лондоне это нереально сделать. Это просто потрясающе. Да, я думаю, что здесь это нереально, но, конечно, хотелось бы немножко дешевле. Мне кажется, это очень такой большой минус жизни в этом городе. Вот этот транспорт, это реально такое ощущение, что... Короче, покупаешь велосипед и умираешь на нем, или ходишь пешком. Ну, реально, потому что ночью. Я не представляю, как на велосипеде люди ездят через трассы. Потому что, например, из Вимблден, чтобы попасть к вам на Патне, нужно проехать через кольцо и через трассу. Я не представляю, как они это ездят. Это просто невероятно. Я ездила в Вимблден на велике, но мы ездили через парк. Через парк нормально. А люди по трассе едут? Я не могу, я ездила по трассе. Невозможно дышать. Я вообще боюсь. Там невозможно дышать. Я боюсь, потому что машины... Дороги здесь в Вондоне довольно-таки узкие. Да. По сравнению с Европой. Да-да-да. И мне очень страшно всегда вообще, когда я на дороге. Мне кажется, что все хотят меня. Особенно, когда слева двухэтажный автобус и справа двухэтажный автобус. Вот тогда клаустрофобия накрывает сразу. Окей. Расскажи, что негативного? Ну, кроме транспорта. Что негативного? Вот, например, если бы тебя спросила подружка, сказала, Оксанка, хочу переехать в Лондон. Вот расскажи мне самое негативное, что здесь в этом городе есть, чтобы я была готова морально. Но это то, что спрашивают, кстати, очень часто. Я думаю, что Лондон, как и все столицы, город, который либо тебя закаляет, либо тебя ломает. Вот. И здесь... Хорошо сказано. Да, так и есть. И, в общем, если ты не готов пробиваться, если ты не готов, знаешь, взять зубы железные, когти и так далее, и вот именно работать, стараться что-то делать. И здесь невозможно сидеть, потому что если ты будешь сидеть, ты просто умрешь. Здесь еда дорогая, жилье дорогое, транспорт дорогой. То есть ты как бы не можешь здесь просто расслабиться и ничего делать. Это как бы... Можно сказать, что это как бы минус для кого-то, но это также и плюс для тех, кто работает и делает, старается. Вот, поэтому я думаю, что Лондон просто в целом не для слабых людей. Знаешь, как говорят, если ты хочешь идти в ногу со временем, со временем, тебе нужно... Ох, не паник. О, она слип. Да, кстати, говорят, дети очень странные. Они вот такие звуки не просыпаются, а когда ты идешь на цыпочках по комнате, сразу... Так вот, что хотел сказать. Говорят, что вот, если хочешь идти в ногу со временем, то нужно бежать. То есть не просто идти, и тем более не стоять, а вот именно бежать. Вот мне кажется, это про Лондон. Тут реально надо бежать, надо успевать, потому что только ты сидишь, все уже далеко-далеко ушли. Ну вот у меня, да, есть еще один минус, я думаю, который я в последнее время стала замечать еще больше. Из-за того, что я работаю, когда вот в кино, да, снимаюсь. Ты ощущаешь, насколько Лондон гигантский. То есть, если в Эстонии ты с Талина едешь ко мне к родителям на другую сторону Эстонии, там, два часа, и ты уже там, и ты проехал просто огромное количество километров. Да. Здесь я оказалась, что это огромное, просто много. Тут здесь? Два часа между... Два часа с одной стороны едешь в другую, это нормально. Да. И вот я пару раз путешествовала тут для съемок, и я подумала, блин, я бы не могла это делать каждый день. Это просто выматывает ужасно. Вот, и поэтому вот расстояние, это как бы и плюс города, потому что он огромный, помещается только людей, и большой минус, потому что, ну, время тратится просто... Просто единственное, что можно делать, это слышать аудиокнигу. Кстати, да, между прочим, многие же живут, не в самом Лондоне, очень многие живут, ну, два часа от центра, и они ездят каждый день, и они тратят очень много денег на вот эти рейл-карсы, знаешь, которые годовые, там по 5 тысяч фунтов в год. Да, и потом платят, как-то зарплаты, я знаю, вычисляют это, но сам факт, ты два часа проводишь утром в поезде, и два часа вечером, тебе нужно чем-то заняться, поэтому все с лаптопами, с книжками. Все, что угодно, на телефоне, ну, игры, кто играет в игры, конечно, кто чем-то полезным занят, ну, да, это огромное количество времени, просто практически в унитаз смывается, что очень обидно. Вот поэтому для меня, как бы, вот эта комьюль, я из дома, да, как и мы. Ну, это здорово, когда заработаешь дома, единственное, что тебе хочется потом видеть людей, приходится, они идти, а вот. Приходится, приходится. Вот пришлось выйти, понимаете. Да, в общем, мы будем продолжать завтракать, я надеюсь, что вам понравились ответы на вопросы, очень-очень информативно, Оксана, спасибо. Да нет, за что, спрашивайте еще. Да, задавайте вопросы в комментариях, если что интересно, то я обязательно отвечу, Оксана тоже, приходи на канал, отвечай на вопросы. Отлично. Ну, я так и сделаю. Поселюсь в комментариях. На Клафома-Хай-Стрит это, получается, оверграунд у нас. И здесь, как вы можете видеть, есть вот просто такая вот штука, которой нужно коснуться, то есть нет никаких ограждений, но если вы не коснетесь, потому что захотите сэкономить, потому что хоть здесь и нет турникета, но турникет будет на выходе конечной станции моей, поэтому, ну, короче говоря, зайцам лучше не ездить. И сегодня солнечно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok